Девушки отдыхают Самолеты, прыжки с парашютом, все его начальники, товарищи Но выбор между авиацией и живописью был сделан в пользу последней Девушки отдыхают Всю жизнь я слышала о папе самые противоречивые высказывания Никто никогда не понимает внутренний мир творца Это однозначно И то, что происходит на самом деле, это никому понять не дано, пока он сам им не есть Внешне он не производил впечатления такого патриарха Конечно, все подражали, в чем-то хотя бы Наверное, не было в то время какого-либо значительного подобника В 10, который бы прошел у него попыток написать «Егоровская моря» Я, например, лет 5 или 7 ровного гулянта влечить в едим мысли Его боялись его современники Он обязательно поддерживал всеми ему доступными средствами Если честно говоря, ну и потом эгоист Он знал, что много недоброжелателей Выступил и защитил этих молодых нон-конформистов Парадокс Скупой в жизни И вот такой талант щедрых возможностей Работы раздавал свои Старался помочь этим ребятам Это кошмар был вообще Он очень нервный, национально нервный Вокруг него вот эта вот очень тяжелая энергия шла По-настоящему молодой Вот такой бегающий, летающий Бывал крайне раздражительный, ужас Но не был никогда занудой Про Егорова Каждый день встает в 6 утра Идет в мастерскую работать Его боялись, невероятно боялись Начинающие художники Лучше с умным потерять, чем дураком найти По гамбургскому счету Один из крупнейших жилописцев евро Один из крупнейших жилописцев современности Мы находимся с вами в запаснике В старом запаснике Третьяковской галереи Здесь хранятся произведения мастеров Бывших союзных республик Бывшего СССР А почему директор Третьяковки Выбрал тогда именно эти работы Егорова? Думаю, что здесь все-таки Он, может быть, интуитивно почувствовал Может быть, это был сознательный выбор Он почувствовал вписанность этих работ В контекст большой истории искусства И вообще большой истории Может быть, эти работы, может быть, более субъективны Более субъективны И в них отчетливо выражен вот этот авторский жест Он ощущает краску, как некую материю Из которой заново творит видимый мир Это не изображение Это заново сотворенный мир Который несет на себе след руки художника В жизни он человек язвительный Мрачный, раздражительный иногда В живописи столько света Столько потрясающей энергии Которая просто ломится из его картин Меня вот этот социум так достал Я имею в виду процентное обеспечение прав на то, чтобы быть тем, что я есть То есть человеком, который не приемлет это, 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 это Потому что ты считаешь нагло, что все то, что ты намерен сделать Оно неизмеримо важнее всего того, что вот путается под ногами Вот так как он умел восхищаться Но богопольник был страшный Ну, действительно великим художником И мощнейший человек Ира? Ну, как тут походам есть ли это? Походам у вас не шикарно Вы готовились? Это экспозиция работы Серьезно Здорово Толя Для меня мой папа связан с таким количеством парадоксов и противоречий Что, по сути дела, он до сих пор остается для меня загадкой Я знаю, что в последние годы вы с ним очень много общались Расскажите мне о нем Я тоже пытаюсь разгадывать эту загадку по сей день Но, наверное, было бы правильно пообщаться с людьми, с которыми общался Юрий Николаевич И после этого мы попробуем вместе кое-что восстановить и кое в чем разобраться Мы находимся во всемирном клубе одесситов И это не случайно Юрий Егоров был награжден клубом высшей наградой Вот такой грамотой почетный одессит Их очень-очень немного Я много раз писал о нем Делал телевизионные передачи Он при жизни стал классиком Классиком не только для Одессы И опять-таки, вот тут всемирный клуб одесситов Я мог бы показать карту, которая за моей спиной Там и Нью-Йорк Там и Берлин Там и Мюнхен И везде есть люди, которые подпитывались у Юрия Егорова В Лондоне выставлялся И в Америке выставлялся Он есть в коллекциях в Америке Он действительно стал уже одним из мировых художников К счастью, это случилось при его жизни Он успел это понять, ощутить Он ушел из этой жизни В общем, добившись всего, чего он хотел Когда он приехал в Одессу Это был город, в котором каждый дом Был произведением архитектуры Город, который был построен открыто И проветривался морскими ветрами Город, который был насыщен уже европейским духом Он действительно ощущал себя одесситом Одесский художник Это изначальное состояние Дальше художник или становится величиной в мировом искусстве Или не становится Юра стал Когда-то я писал статью Мори Юрия Егорова По поводу одного пейзажа Было сказано, что общее ощущение того, что в пейзаже Что это навсегда Вот это вот навсегда Вот эта вот концепция как бы застылости Понимаете? Вот это вот, ну, как бы Бешеное статическое напряжение И оно не статика Она, это скрытая динамика То есть это очень сильная потенция Это то состояние грозы Когда еще все готово к грому Но он как бы еще не грянул Так вот, к сожалению Мори Юрия Егорова все еще нет на этой карте А очень хотелось бы Чтобы какой-то кусок черного моря Был выделен С самого детства я ходила к папе в мастерскую Своим любимым маршрутом Пушкинское Приморский бульвар Воронцовский дворец Колоннада Тещин мост А там дальше еще бульвар И окна папиной мастерской По дороге Пропитавшись как ром-баба Влажным ветром И соленым морским духом Вздымаюсь на верхний этаж Дверь мастерской открывается И сразу же бьет в нос Такой родной запах масляных красок Картины Недоплетенный гобелен Большущие мотки ниток Набросанные рядом Таких вибрирующих тонов Что в горле возникает комок От непонятного восторга А внутри все радостно стонет Папа жадно впивается кисточками в холст Лихорадочно мучает краски на палитре Я, как всегда, при виде папы Начисто теряю дар речи Что бы я ни сказала, как мне кажется Все будет абсолютно мурой И папа иронично прищурит глаз Состроит свою коронную гримасу На самом деле со мной он почти всегда ласков Но я почему-то все равно боюсь Папа делает передышку Отходит от холста Вытирает руки Поглядывает в окно на море Корабли Подъемный экран Мимоходом взглянув на меня Вдруг цепляется взглядом Потом прищуривает один глаз Пытаясь меня поточнее сфокусировать И скомпоновать Я чувствую себя дичью В прицеле охотничьего ружья Пытаясь повернуться Стоп Сиди так И папа, чтобы не спугнуть дичь Хватает лист бумаги Пришпандоривает его на что-то Берет пастельные мелки И начинает быстро-быстро набрасывать Мой портретик Когда рисунок закончен Смотрю А там и влажный ветер Притихший в волосах И море И где-то глубоко В глазах затаенное Влюбленность У меня было тяжелое чувство Когда я думала о том Что в папиной мастерской Будут обитать чужие люди Но, к счастью, я узнала Что сейчас там работают Его близкие друзья Ну, вот я дружу там С несколькими художниками Часть из них уехали К сожалению Для меня Я был в большой дружбе Саше Ануфрио Дружба была с Мешбергом Вот Сейчас вот Я по-прежнему остаюсь В очень хороших Близких отношениях С Басанцом С Маринюком С Тюбко Меня обрадовало Что сейчас там работают По соседству Владимир Тюбко И Валерий Басанец Что в этой мастерской Можно встретить тех Кто был папе По-настоящему близок Раньше прямо здесь У дверей Стояли подрамники С холстами Дверь была совершенно другая Деревянная Измазанная красками К сожалению Попасть в мастерскую Мне так и не удалось Потому что Ее новых обитателей Не оказалось в Одессе Конечно Сейчас там все иначе Но можно было бы Еще раз посмотреть Из окна на порт На бульвар Каланаду Когда я вот Пекал познакомиться С людьми Которые С художниками Стало понятно Что мне просто повезло И вот Юра Один из Тюбок Он очень много писал С натуры Но писал совершенно Другое Однажды я Шел вот здесь В мастерскую Это было зимой Он стоял Писал Львов Я посмотрел Потрясающе То, что он писал Потрясающе Но это ничего не имело общего С тем, что было В натуре Я ему говорю Юра, ну зачем ты это пишешь Потому что ты все равно Делаешь другое Нет Это тот кусок жизни Без которой Выдумать просто так Он говорит Ничего не возможно Можно выдумать Только через себя Я когда-то Подслушал случайно В одной гостинице Провинциальной Разговор Двух технарей Ночь была Это в Черкассах По-моему И вот они сидели Выпивали там И беседы Как ни странно Один другому Говорит Слушай, я знаю Ты же там Живописью занимался Да Говорит Я пишу Слушай, ну ты же Это опасная вещь Потому что Говорит Понимаешь Говорит Настоящий художник Это тот Который Придумывает Этот мир А мир-то уже Придуман Господь Бог уже Придумал Этот мир То есть Господь Может обидеться Бог подумает Что Недостаточно Хороший мир Раз ты Придумываешь Другой А как же Тогда Евангельская Притча О талантах Бог наказал Того Кто из страха Зарыл свой талант В землю И наградил Того Кто не побоялся Реализовал И преумножил То есть Господь Должен приветствовать Того Кто творит Вместе с ним А не наказывать Я думаю Что Господь Талант Наверняка Он будет поддерживать И вот это Как раз То Что делал Юра Это был человек Который Вносил Своё Видение Мира Тот холст Который он писал Это я думаю Самая большая Его заслуга Мне вдруг ужасно Захотелось попасть В то старое Папино обиталище С которого Всё начиналось Вот эти два окна Дома возле Оперного театра Где жили Бабушка и дедушка Папины родители Юрий Егоров Сын балерины Нины Беленькой И знаменитого В то время Солиста балета Николая Егорова Долгое время Жил вместе С родителями И младшим братом В одной комнате Коммунальной квартиры Рядом с оперным театром Всю жизнь Их преследовала Ужасная бедность В детстве Кроватью маленькому Юре А потом и его брату Служил подоконник Я отлично помню Эту коммуналку С бесконечно длинным Темным коридором В самом конце Которого Бабушка Нина Прямо у дверей Своей комнаты Готовила на каком-то То ли примусе То ли кирогазе Сейчас войти В эту квартиру К сожалению Не удастся Семья Егоровых Переехала жить в Одессу В 30-е годы С родными У Юрия Отношения были Непростые Жизнь балетных артистов И бедность Казались ему Синонимами Но в Одессе Он впервые Увидел Море Мы трое В это летнее утро Стоим на краю обрыва Справа Слева В необъятной дали Перед нами Ослепительно сверкает Жарким серебром Гигантский щит Море Кто-то из нас Гикает И по очереди Наклонясь вперед Над узенькой тропинкой Мы Низвергаемся К этому необъятному Сверкающему Блаженству Ноги как во сне Ступают почти По воздуху И под ложечкой Бешеным Упругим мячиком Прыгает радость Многие картины Начали свой Медленный Незримый Рост Тогда Когда я Десятилетним Мальчиком Жил на даче Большого Фонтана И многое Существовало Как возможность О которой Я сам еще Не догадывался В чем-то Эта возможность Оказалась счастливой Так как В вечной драме Между возможным Долженствующим И действительным Кое-что Стало Действительным Из воспоминаний Юрия Егорова Страсть К живописи С юных лет Стала для Юрия Отдушиной Он поступил В Одесское Художественное Училище Имени Грекова А потом В Ленинградскую Художественную Академию Но даже Во времена Ухаживания За моей мамой Не имея Нормальной Обуви Летом Молодой художник Ходил в балетных Тапочках Своего отца А осенью Бахрома Его обтрепанных Брюк Оставляла Мокрые следы На натертом паркете В квартире У Геты Его невесты Первая жена Юрия Егорова Гертруда Или Гета Пальджигина В молодости Прекрасно пела И мечтала Стать актрисой Но судьба Распорядилась Иначе И Гета С настоящей страстью Занялась Научной деятельностью Она же Снимала На любительскую Кинокамеру Многие документальные Кадры тех лет Гетто Гетто Привыкшая К вниманию Со стороны Респектабельных Поклонников Вопреки воле Матери Предпочла Выйти замуж За Юру Егорова Студента Художественной Академии В Ленинграде Хотя Это не сулило Нестабильности Недостатка Полуголодный Студент Был увлечен В то время Богатством Северных Сказок Он много писал Свою жену Молодые супруги Жили То в Ленинграде То в Одессе Вскоре У них родились Дети Дима И Ира Детство у нас Было вполне счастливым И безмятежным Мы с братом Жили дружно Много времени Проводили вместе Часто приходили В гости К папиным родителям Иногда гуляли С бабушкой Ниной Возле оперного Театра Однако Отношения Юрия И Геты Были далеко Не безоблачными Они таили в себе Множество Противоречий Творческая Жажда У Егорова И маниакальное Погружение В работу К сожалению Не приносят Нормальных заработков Материальную Стабильность Семье Обеспечивает Главным образом Теща Евдокия Которая частенько Высказывает Юрию Своё неудовольствие В начале 60-х Егоров получает Для своей семьи Квартиру В доме художников Но и это Не спасает положения Причины разногласий Между супругами Таятся Намного глубже Разность Разность Темпераментов Нервные напряжения Страсти Кипевшие В Егорове Приводили К сильным Стряскам Ревность Ссоры В комнате Атмосфера Очень теплые Дружеские отношения На всю жизнь Егоров Приносил Показать ребятам Новую работу Было кем Восхищаться Было за кем Тянуться Перед кем Благоговеть Сразу начну с Фраермана Потому что Этот человек Который в моей жизни Сыграл Замечательную Совершенную роль Я его глубоко Почитаю И как Очень оригинального Человека Он преподавал В училище Когда Юрий Егоров Демобилизовался И приехал После войны В Одессу Родных Он застал В полной нищете В Одесский союз Начинающего художника Не приняли Но Фраерман Пригласил его Учиться На четвертый курс Грековского училища Юрий поехал Поступать в Москву В институт Провалился в Москве Провалился в Киеве Вернулся в Одессу Пришел к Теофилу Борисовичу Покаялся А тот говорит Идите молодой человек В двадцать четвертую аудиторию Там ребята все расскажут Берите холст Он немножко меня отмечал Среди студентов Вот я с удовольствием Показывал работы Как-то однажды Даже он меня попросил Подарить ему одну работу Но к сожалению Дело было так Что это была в то время Моя любимая девушка Которую я дописал И это была бешеная удача И портрет понравился Всей семье Этой девушке Они вцепились в нее Но естественно Она не оставалась Быть счастливым Подарите Поэтому я сказал Тебе, Борисовичу Если можно То какую-нибудь Другую работу Позже Егоров Сам некоторое время Преподавал в Грековке Если он где-то Заметит Хоть искорку Как бы способности Он моментально Начинал развивать Но в то же время И строг был Со студентами Однажды Зайдя в класс Он прикрикнул На одного студента Который развалясь Сидел в кресле И Такими манерами А вот скажите Юрий Николаевич Егоров как Рябкнул на него Встать Я с вами Стоя Разговариваю Тот вскочил Больше он не смел Никогда в такой позе Сидеть при нем Все вставали После этого И отношение стало Такое собранное Такое подчиненное Решения у него были Абсолютно свободные Одну работу Он предложил Направить На какую-нибудь Международную выставку Потому что Она заслуживает Именно Такой оценки Когда нам ставили Тройки, четверки Даже пятерок Очень редко можно И тут вдруг Во-первых О нем мнение Что он Мог такое сказать Нарушая все правила Пятый курс Диплом Я смотрю Творчество художника Ю.Н. Егорова Я подумал Что интересно же Я уже знал В то время Работы И часами Проставил в музее Перед вот этими Женщинами На фоне моря Я Стрепетом Готовился К этой встрече Ну Так получилось Что тогда Я еще был влюблен И я С одной стороны Был В восторге От того Что я видел Эту кухню А вот Из чего Сделано то Чем я восторгался С другой стороны Я посматривал На часы И когда он увидел Что я сижу Как на иголках Он меня спросил В чем дело Я говорю Вы конечно извините Я счастлив С вами познакомиться Но У меня свидание Через пять минут Он рассмеялся И сказал Я на вашем месте Поступил бы так же Ну и вот По поводу Первой встречи Летом С женихом Шла на пляж Со Слишинским Арестом Вдруг Просто так вот Вынырнул Откуда-то Неизвестный человек Ну идет себя И так он меня Заинтересовал И говорю Ты посмотри Как он идет Да у него же крылья Боже мой На что он способен Этот человек Арест говорит Это Егоров А он мне до этого Рассказал Что есть такой человек Который рисует И в бане И в очереди И в театре И вот только таким Может быть художником И ты в его сторону Не смотри Он женат У него двое детей Он даже не глянет На тебя Он тебя не увидит Тут я вхожу Вража Я говорю Нет Увидит И я ему понравлюсь Мы пришли на пляж Купались по очереди Сережили одежду И когда я стала кричать Арест Арест Выходи Он уже норму перебрал В это время Судьбе было угодно Что сюда пришел Егоров И увидел девчонку Который учится счастьем И подсел поближе Выходит арест Егоров моментально подходит У ареста физиономия Извинилась Он говорит Надо идти Я договорился Я забыл совсем Егоров стал просить у него Бушлат Для солдат революции Который он писал И в это время Такая пауза наступила Не знали что говорить Я решила выйти из положения И говорю А вы часто ходите на море? Он говорит Да Сегодня второй раз Я говорю Вот поэтому вы такой худой И потом Спустя время Он сказал Что именно эта фраза Вот Взяла и воткнула В сердце нож И когда начался учебный год Егор сразу же Пришел преподавать Я заметила Что он стоит У выходной двери Все время Спрашивает что-то Поджидает Егоров был Очень целенаправленно Очень упрям Он делал по-своему И я избегала Как только могла Потому что я его боялась В нем была какая-то Такая сила Властная Что ты не мог Уйти из-под Его влияния И я понимала Как я начала расти Впитывать Новые какие-то Знания Мы шли Вдоль моря Вдруг Неожиданно Сел на камень Говорит Люшенька Будь моей женой Меня это Вообще В шок привело Я говорю Как Вы же женаты Как это Оставить Придать Нет 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 Мы ходили с отцом На рыбалку Брали кого-нибудь А Егоров Значит Если это в 4 утра Я не знаю Раз он видел Он нарисовал эти наброски Показал Что он ходит Я в этой шляпе Вьетнамской Ходила И он В виде Псишки Рисовал себя Как он выглядывает Из-за холма И когда мы уже Возвращаемся Все С таким сосредоточенным видом Дальше было хуже Егоров Уже просто Каждый день Стоял возле двери И провожал меня Потом он пришел К родителям И сказал Что Просит Руки И сердце Их дочери Отец мой Взял топор И сказал При мне Этого Не может быть Чем дело Кончится Я не знаю Но нам всем Не жить То есть У вас есть семья И следите за семьей И оставьте Девчонку После этого Егоров Сказал У тебя Средневековые Родители Егорова Часто спрашивали Что это за мотив Так часто Повторяющийся В его Картинах Однажды Он увидел В море Судно Море В этот день Было Замечательным Цельным Сияющим И на мачте Вился Под сильным Ветром Флаг Вызывая Ощущение Свободы Предчувствие Безграничного Простора Новых Возможностей Он спросил Что это за флаг И узнал Что этот Морской флаг Обозначает Скоро Отправляемся Для Егорова На всю жизнь Он стал Знаком Радости В конечном Итоге Его опыт Сводился К невероятной Идее Каким-то Образом Передать Зрительное Ощущение Адекватное Счастью Он просто Пытался Писать Счастье Мало кто Понимал Что он делает Я в общем-то В музее Уже более Сорока лет И встречался Очень часто Но Дружили мы По-настоящему Последние Лет десять Меня всегда Поражала Одна Особенность Юрия Николаевича Большинство художников Которые Вертятся В богеями Они Как бы Работают Легко И не совсем Регулярно Не часто Можно увидеть Художника В мастерской Поверьте мне А вот Юрий Николаевич Шел в мастерскую Как я На работу В любую погоду В любой День Утром Мы встречались С ним На углу Торговой Улицы Он нес Небольшой Завтричек И шел В мастерскую Последние годы В одном и том же Длинном Таком Пальто Вещи свои Юрий Николаевич Обладая Колоссальным Даром Вынашивал Очень долго И он Прежде чем Сочинит Композицию Привычная Композиция Для него Он много раз Варьировал Картину Там Два сантиметра Вправо Два Лево Три сантиметра Это имело Для него Значение Еще один В голове Ясный термот Тоже шикарный Поразительные Фразы Иногда Были Он говорил Вот эта стена При том Что я Очень хорошо Знаю Ее цвет В 12 часов Дня Летом В июне Да Она все равно Бывает разной Юрий Николаевич Очень ценил Свои работы И тем не менее Музей Имеет Одну из самых Внушительных Коллекций Произведений Разных периодов Его творчества Некоторые вещи Закупались Музеем С выставок Некоторые Большинство Вещей Он приносил Перед самым Новым годом Вместе с работой Тащил Бутылочку Вторую Шампанского И так Небрежно Говорит Вот может быть Музей Примет Еще Одну Работу Это единственный Случай Моей практики Когда Художник Дарил Очень Классные Лучшие Свои вещи В общем-то Вещи Расходятся И он говорил Что все равно Музей Такая Единица Долговременная Надежда На то Что именно В музее Останутся Произведения Лучшие И так Оно И вышло Не знаю Откуда взялось Начало было С этим красным Портретом Когда я Увидела То что Меня заинтересовало Я сказала Остановитесь 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 Чтобы Он говорит Еще чуть-чуть И что-то Он тронул И вдруг Как швырнет Кисти Что я надел Я говорю Ну я же просила Вас остановиться Ну там Самый накал был И потом В других работах Он требовал Чтобы я сидела Всегда Когда он писал Картины Чтобы я просто Присутствовала Я могу Чиркать Что-то Читать Все что угодно И тогда Думала Я должна быть Полезна Хотя бы В том плане Что я буду Делать композиции Я дома Крутилась Перед зеркалами И так И сяк И когда Я встречалась Ко мне Стой Стой Леша Стой Стой Рисуночки Набросочки На Бугазе Однажды Мне так захотелось Вдруг встать на ветру Чтобы ветер был Я взяла Косынку Не помню Какую руку Что И она так Полоскалась На ветру Так звук был И так было здорово Я стояла И стой И потом Вот этот купальник Черный Во многих работах Он до конца Его жизни Он присутствовал А после училища Я была в Житомире И вот эти Многочисленные письма Они в основном Связаны с Житомиром Люшенька Дорогая Голубчик Полжизни Дал бы я За один тот Помнишь День на Бугазе Ты и я Море Небо И песок Как сковородка Не знаю Правильно ли я поступила Или нет Всю жизнь Преследует этот вопрос Не знаю Что если бы С ним я всегда была Я бы потеряла Своё лицо Я жила бы его жизнью Очень интересной Наверное Я болтала много Ну Стрельцы Вообще Они люди Не домашние И Всегда есть Какая-то цель Куда стремиться Мне просто Нравилось выражение Наверное Дальние страны Потому что Страны я не представляла А представляла корабль И бесконечную даль Куда-то тянет Тянет Влечёт Для меня Море Это Прежде всего Не вода А зримый образ Бесконечности Потому что Бесконечность Как идея Вне Живых ощущений Мы Её Всё-таки По-настоящему Осознать не можем И вот Тот толчок В направлении Осознания Бесконечности Вот Море нам даёт Когда Эта пустынная Гладь Под лёгким ветром Уходит 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 Бесконечность Настолько У нас Было Единение Что Только Подумал В другом Городе Хотя бы Завтра Приехал А он Уже Прилетел Уже Приходит То есть Связь Духовная Была Невероятная Люшенька Дорогой Мой Далёкий Мой Друг Мне Очень Очень Грустно Как бы Я хотел Выплакаться У твоих Ног Один Плакать Даже Не могу Только Горький Комок В груди Я Прошу Судьбы Кричу И требую У неё Чтобы Она Вырвала Из груди Эту Привязанность А потом Потоки Нежности Тушит Этот Пожар Приходит Вдруг Письмо От Врача Что Егоров Очень Заболел Что У него Было Две Попытки Суицида И Я Должна Приехать Помочь Рассказать В чём Дело И Звензинский Кричал На меня Что Вы Погубите Не просто Человека Великого Художника Я Вас Вызвал Потому Что Я Боюсь За Него И Мне Надо Чтобы Вы С Ним С С Чтобы Никто Не Знал Этого Лю Какое Сегодня Утро Я Выздоравливаю Очень Медленно Есть Немногие Часы Когда Силы Приливают Ко Мне Удивительные И Хочется Летать Мне Прислали Бугазовские Фото Такие Прекрасные Я Был Счастлив Чувствовал Себя Паршиво И Вдруг Вдруг Снова Нырнул В Бугаз Он Говорил О том Что Я Так Хотел Всю Жизнь Попасть В Москву Потому Что Там Был Масштаб Общения Культурная Среда Но Вот Такая Злая Шутка Судьбы Я Всегда Любил Женщин Которые Были В Одессе И Любил Он Так Как Он Писал Картины Страстные Безапелляционно Категоричные Без Вариантов Очень Интересно Переплетаются Его творчество Наполненность Любовью Да Вот Эти Женские Образы Есть Некоторые Ну Просто Вот Связанные Так С Одессой Как Выросшие Из Вот Этой Почвы Одессы Из Песка Из Моря Как Такая Венера Одесская Рождающаяся Из Пены Вот И Есть Образы Которые Посвящены Именно Женщине Вне Одесского Антуража Но Они Тоже Вбирают Вот Эту Всю Мощ Всю Силу Его Чувства Вот Какую-то Сосредоточенность Концентрированность Он Считал Наверное Главным Достоинством Своих Работ Что Они Дают Что-то Людям Они Несут В себе То Что В мире Прибавляет Приумножает Энергетическая Необычайная Сила Которую К счастью Многие И могут Не поддаться Энергетике Егоровских Полотен Но Вот Высшим Вознаграждением Судьбы Было То Что Он Прославил Одессу Так как На мой взгляд Никто Этого Не сделал И Будь он В Москве Наверное Ему бы Не удалось Вот так Реализоваться Вот так Воплотиться Воплотить Одессу В своем Творчестве Он Никогда Не обращался Ни с какими Просьбами Вдруг Позвонил Шары Вот эти Вот знаменитые Шары На лонжероне На которые Никто Не обращал Внимания Пока Он Их Не начал Писать Вдруг По Велению Какого-то Чиновника Изуродовали Надписями Картинками Пропагандирующими Спорт И он говорит Все У меня забрали Главную Натуру В этом городе Пришлось Добиваться Через газету Чтобы это Все сняли И после Этого Опять Мы спокойно С Юрой Сидели И рассуждали О том Что такое Личность Желание Воля И что такое Общественные Все эти Организации Сегодня К сожалению Все шары Опять Ужасным Состоянием Потому что Реклама Палатки Может быть После нашего Разговора Я поеду И посмотрю Что сейчас Делается Делается С этими шарами В принципе Характер у него Был Не совсем Подарочный Не совсем Добаваримый Для многих Но не для всех Я знаю Что папа С юности Болел Вот этой идеей Братства художников Дружба его С четверкой Тех кто основал Одесский андеграунд Это Стрельников Маринюк Басанец И Шура Ануфриев Они просто Влетели в сердце И по-моему Они уже не расставались Он очень избирательный Был в контактах Он Лукавить не мог Он мог промолчать Но когда надо было Он мог Ставить капиталь Сидит Юрий Николаевич Условная президент Маленький столик В западном музее Но нашу выставку Проигнорировали Потому что Мы же заклейменные Ну сидит Юрий Николаевич И ведет обсуждение Народ там Сидит в зале И вдруг он срывается Ну иди сюда Иди сюда Кому-то Иди сюда И он вытягивает Какого-то там Добродия Или злодия Вытягивает Из зала Ну иди сюда Ну вот скажите Что вы там Скажите Вы там что-то Хихикаете Кривитесь Выйдите и скажите Вот Пожалуйста Результат Но настолько Это резкая была реакция На неприятие Успеха Очевидный успех Был этой выставки Успех художника Что его это задело До самой глубины душа Ну я был поражен Я знаю Что у Егора Ну красок Это всегда же море И мы На день рождения Кращий подарунок Это подарить Коробку красок Вот мы там все несем Краски Вот А тут Домой приходишь Там половиц нет У него Там обшарпанные Эти обои На них висит Шикарный этюд Я не могу Оторвать глаз От этого этюда Но Меня поразил контраст Он выставил приоритет То есть Все положил на алтарь Ван Гога Это одной ценой досталось Ему Слава Богу Господь дал Длинную жизнь Очень даже наполненную Это наше сообщество Я сказал бы Что это Просто как родня Это уникальное явление Вообще Я думаю Там В таком творческом мире Мы делали выставку 50 лет вместе Это естественная потребность Друг в друге Витя Я знаю Была ситуация Когда Папа Брал для Художников Заказы Под свое имя А ну это Когда мы начинали То естественно Мы были безденежны Абсолютно Тогда выделяли Работы Членам Союза Но мы В то время Навряд ли Могли получить Эти заказы Папа Брал заказы И давал нам Ну и там Было вплоть до анекдотов Потому что Скажем Папа Он ответственный За наказан Дает там Скажем Эту муж Стрельникову Тот делает Он увлекался Филоном Такие Цвета Разные Ля-ля-ля Там на Ленина Ничего похожее Это был скандал А Шура Как очень свободный человек Энергичный За что его папа Очень любил Ну и папа дал ему Заказ там Ленина Ленина за шахматами О Шура имел прозвище Он был Пикассаша Потому что он Очень любил Пикассова Очень живо Это все делал Когда я Заходил Перед художественным советом К Саше Анукрио И видел свой заказ Ярко-рыжего Ленина Сидящего на Ярко-зеленой Скамье В ярко-странциановом Френче Смотрел на Шахматную доску Которая являла собой Новое слово Шахматным искусством На шахматной доске Он образно Это решил Было всего Шесть клеток И когда я сказал Шурик Ну что ты делаешь Ну это же Будь дикий скандал Шурик мне сказал Ой Юра Ну ты мне Бог Я говорю Шура Ну я тебя прошу Не носи Нет Шура поднес Конечно был скандал Выясняли почему Егоров раздает халтуру Не спрашивая разрешения совета И таких эпизодов было Увы не один Потом произошло Кардинальное Решительное Действие Егорова перестали давать халтуру Вот вся компания ваша Вы же все жутко разные Я думаю Что как раз Это нас объединяло Сближало то Что каждый Своё дело Делал на полную катушку А не то Что скажем Один делал Как другой Или один лидер И все делают Я вообще не считаю Что это близко Как-то ощущалась Разница в возрасте Я думаю Нет У него был Очень удобный метод Он говорил О том Что ему очень нравится Сложившаяся Неординарная личность Она радуется Тому Что сделается Хорошо И даже лучше него А вот Про заборную выставку Что там было В 67-м году Когда Два молодых Парня Очень талантливых Художники Один Который кончил Блестящее Художественное училище Станислав Сычев И второй Который Так и не доучился Из-за Суперлевого уклона Валентин Хрущ В очередной раз Не приняты Выставкомом Для участия В какой-то Из выставок Обиделись На всех и вся Взяли свои картинки И гордо удалились К оперному театру Который был на ремонте Он был Огорожен забором И Развесили там Свои картинки Написали Гордо На заборе Сычик и Хрущик И Сделали первую Неразрешенную выставку Советского Союза Работа этих двух Художников Которые потом стали Советской Украинскими Знаменитостями И естественно является Гордостью Одессы Валентин Хрущ Должен быть благодарен Юрию Николаевичу Хрущ Жил У Юрия Николаевича В мастерской Юрий Николаевич его любил И его поддерживал Именно благодаря Юрию Николаевичу Егорову Хрущ остался в Одессе Над ним нависла угроза Быть высланным За тунеядничество И он обратился К дяде Юре Дядя Юра Что делать И дядя Юра Спомнил Что как раз Надвигался Очередной Революционный праздник И посоветовал ему Нарисовать Какую-то картинку Более-менее Соответствующую Этому празднику И благодаря этому И соответственно Егорову Хруща оставили В Одессе И сняли с него Печать Тунеядец Время шло После заборной выставки Стремительно Стала меняться Ситуация В Одессе Так же как и во всей стране Нонконформисты Не только Объединились Дружили Но они Стали проводить Квартирные выставки И обсуждать что-то Такая вот Андеграундная жизнь Это течение Это движение Вышло за пределы Только маленьких квартир Стало известно Далеко За пределами Союза Стали приезжать Разного рода Корреспонденты И коллекционеры Это то как было Вы видите Здесь нет политики Здесь достаточно яркие Цвета Это Одесса Которая Несмотря на сложность ситуации Улыбалась Я не буду объяснять Насколько это имеет отношение К Юрию Николаевичу Без покровительства Такого серьезного Человека В масштабах Одесского искусства Как Егоров Это быть просто не могло Я попал К нему в мастерскую Мы поговорили Поговорили в том числе Об этом гобелине Который был Изготовлен Татьяной Супругой Юрия Николаевича По его эскизу Как вязала Как пенелопа По-моему Это качество Ничего не изменилось Со времен Одиссея Станочек Я его видел И вперед Юрий Николаевич Очень увлекся Просто гобелинами Стал делать эскизы И мы начали Я и Рита Ануфриева Жена бывшая художника Ануфриева Стали делать Коврики Маленькие Поначалу Пробнички Мы расплетали Какие-то старые носки Денег не было Мы расплетали Какие-то старые кофты Из ничего Мы делали Вот эти коврики Так мы и начинали Нужно оно кому-то Или будет нужно Или оно никому Не станет нужно Никогда Никогда Поэтому творческий человек Не спрашивает Сколько мне за это заплатят А будет ли оно реализовано Он всегда думает А как это сделать А дальше Судьба будет Распоряжаться Его произведениями И они пойдут Своей дорогой просто Появился первый заказ И нужно было сделать Большой заказ За три месяца Ковер был 9 квадратов Это был праздник урожая Большой ковер Он ушел куда-то в колхоз На расстоянии Он произведел Очень сильное впечатление Это был красивый ковер Вот А этот уже был ковер Триптих Который висит в музее Это центральная часть Там было еще Две боковушки Центральный ковер Был сделан давно Его хотела купить Одна мадам Из Англии Это были колоссальные деньги Она давала 10 тысяч долларов Это можно было купить Две больших квартиры Вообще за эти деньги Мы решили Что это же триптих Это же не готовый вариант И мы решили Остаться без квартиры Опять без денег И с этим ковром И два других Которые я закончила Выставили на балкон Их там съела моль И они пропали Они оба были закончены Триптих был закончен И осталась опять Центральная часть Вот так Триптих господь неисповедимы Поскольку ни одна из жен Его не взяла Его фамилии То я могу сказать Только о себе Что я заранее понимала Что это человек Который не склонен К созданию семьи В нем жил дух Противления Противления тому Что выработано было Веками То есть отношение К браку К семье То есть он это все Негативно воспринимал И считал Что у него Свои отношения с Богом И он сам Он должен Сам отвечать Сам брать Какую-то ответственность Он брал эту ответственность И отвечая за каждого Своего ребенка И за каждый шаг И за каждую женщину Будущая ответственным человеком Но тут есть некоторое эго Для него его дети Это были частичка Его всех я Какими бы они ни были И он естественно К детям относился Очень так С когтями Так сказать Не дай Бог Оскорбить его я Также он понимал Что все есть Промысел какой-то И когда его дочь Катю парализовала Она просто упала с кроватки И два года Ее парализовало Он встал на колени Я его застала Ночью на кухне Просто в мастерской Вот он стоял И молился Богу О ее выздоровлении И надо сказать Что он тогда посидел Никто даже не мог бы подумать Что он вот так переживает А переживал он Вероятно Очень остро Очень мощно Сильно как живопись его Вся мощная Дашечка Скажи пожалуйста Папа много тобой Занимался в детстве? В основном конечно Занималась мама И какие-то те Единичные случаи Когда папа Уделял мне Какой-то целый день Внимания То есть это мог быть Какой-то поход в парк Катание на санках То есть И мне это запомнилось Настолько масштабно Что для меня Это было Очень-очень Просто что-то Фантастическое Я замечала Что ты с папой Обращаешься Совершенно не так Как могла себе позволить Я или Катя Я слышала Как папа Сделал тебе Какое-то замечание И ты его так Небрежно И бесцеремонно Отбрила И тем Что он принял Это как должное Я была совершенно Ошеломлена Меня больше баловали Все-таки Больше мне прощали Конечно же Чем детям С которыми папа Не жил На самом деле Я один раз Папе нахамила В таком Совсем юном возрасте Папа просто кинул Тапок Не в меня То есть он просто Его швырнул Повернулся И ушел И сказал Что это будет Последний раз То, как ты сейчас Мне ответила Папа как человек Рассеянный Весь в творчестве Он видел по телевизору Все время фраза Татьянин день Татьянин день Это передавали Анонс сериала Татьянин день Вот Папа поехал За цветами Вот Привел Привозит цветы Моей маме Мама говорит Ну приятно Конечно С чем связано Папа говорит Ну как же Сегодня Татьянин день Это был сериал Дело в том Что мама меня хотела Отдать в балет А так как у папы Родители занимались Балетом Он категорически Сказал маме Ты будешь отводить Я буду забираться Вот Мама меня отвела На спорт Даша туда-сюда То в школу То на тренировку А она уставала Очень сильно Мы прибегали Она быстро Из школы переодевалась И бежали на тренировку Она все разбрасывала Мы приходим Мы приходим однажды Юрий Николаевич Это все развешивает На большой вот такой Крутой люстре То есть В ходе все люстры Как елка Висит в Дашкиных колготках В носках В каких-то туфельках В каких-то там Кофточках И все это висит Как на елке Прямо по люстре Вот так То есть это чувство юмора Который он все переводил Как бы Чтобы было весело Вот То есть Пыль скоплялась Конечно Были слои Такие серьезные Потому как Мама занималась Творчеством То есть С ночами габибены А он подходил И писал на этой пыли Зайчик Чик-чик И ставил Три восклицательных знака Я поняла Что нужно брать тряпку И вытирать пыль везде Но ты же потом Стала танцевать Все равно Да Все равно Корни дают свое И я все равно Пришла к тому Чем занимались В общем-то Бабушка с дедушкой И дальше Я пошла танцевать Уже в шоу Программы Дальше мы с мужем Организовали уже Свой балет Ты ощущаешь Папино влияние На свою жизнь? Конечно Не то слово Ощущаю Во-первых С годами Характер Становится Очень похож на папину Папа был максималистом И вот эти его качества Они В какой-то мере Передались мне То есть То, что я делаю В своей танцевальной сфере Я стараюсь делать На сто процентов Катя Дочь Егорова От второго брака С юных лет Постриглась в монахине И живет в монастыре Вслед за ней Ушла в монастырь И ее мать Галина Ильина Воспоминания о папе Начинаются Когда он приходил Брал меня гулять Или в мастерскую Я очень любила Этот запах красок Свежего дерева А он Часто читал мне Детские книжки Или сам что-нибудь Рассказывал Или ставил пластинки С хорошей музыкой Но если он Он начинал Выражать Свои мысли По поводу Чего-то бездарного Безвкусного То я просто Втягивала голову В плечи С ужасом Он нисколько Не делал скидку На детский возраст Вот как раз Первое Слово о Христе Я услышала Именно от папы Видно Под впечатлением Каким-то живым Недавно прочитанного Он Стал говорить О Господе Иисусе Христе Говорит Вот Воскресить мертвеца Четверодневного Уже смердящего Это же говорит Не фокус какой-то Это чудо Которое мог совершить Только Бог Он Брал меня На дачу На Бугас Где он Почти каждое лето Проводил И писал И вот Потом уже Когда я была В монастыре Прислал мне Репродукцию Работы Вот эта работа Была написана На Каролине Бугазе Как раз мы были вместе Папа писала Я Играла в песок И Ложилась спиной На ветер Был сильный ветер Папа очень любил Это состояние Когда ты Пыталась Определить свою судьбу Как-то Папа повлиял На это Или нет Помню Что было Такой вот Внутренний Какой-то страх Я как бы Чувствовала себя Обязанной Идти по стопам Папы Но внутренне Не было Определенного Такого призвания Вот Но папа Никогда Не настаивал И не подталкивал К этому Хотя Всячески Поощрял Творческие Проявления Когда я Только уехала Он писал Что Хотя Не хотел бы Для тебя Судьбы Монахини И мученицы Но Ценю Свободу Прежде всего И Деспотизм И тирания Всегда были Мне Отвратительны Поэтому Я не могу Стеснять И твоей Свободы Вот В одном Из Последних Писем Такие Какие-то Глубокие Его переживания Отразились Когда я Был Совсем Маленьким Мальчиком Я боялся Умереть Не дожив До взрослого Возраста И вот Сейчас На всех Этапах Возраста Я вижу Что там В глубоком Внутри Все тот же Маленький Мальчик И что Я боялся Что не став Большим Чего-то Самого Главного Не увижу Не узнаю Все было Иллюзией Постоянно Наша Сущность Печаль И Неизменность Судьбы Так вот Папа Он в творчестве Как раз Находил И жизнь И радость Мое творчество В настоящее время Выражается В редактировании И составлении Богослужебных Текстов Гимнография Стала таким Призванием И Господь Управил Так что Люди Которые Заинтересованы Чудесным образом Меня нашли В монастыре В Иваново И мы По интернету По компьютеру Общаемся То есть Мне присылают Тексты какие-то Или говорят Что нужно Составить службу Такому-то Святому Старший из детей Егорова Дима Занимается Компьютерными Программными Системами В советское время Для автоматизированного Управления Портами Позже От компьютерных Онлайн игр До создания Системы Бухучета С американцами От программ Объединявших Регионы Сельхозпроизводителей До телемедицины По заказу Из США Это мои Такие самые Текущие Работы Я помню Резкую критику Папы Потому что у меня Начался Поток Изобретательской Деятельности Хотя Все человечество Это давно Уже все Изобрело Но я Об этом Не знал И Изобретал Сам И папа Всегда говорил Что я Изобретаю Велосипед И Очень Это Осуждал На чем Мы немножко Сошлись Это уже Было постарше Где-то Может В 7 В 8 Классе Он же Очень Увлекался Авиамоделированием И вот Мы с ним Делали Авиамодели Ну я Очень В принципе Неохотно Этим занимался Он меня учил Но потом Интересно было Мы пошли В Лермонтовский Курорт Там Такие обрывы Были И мы Вот запускали Ну то есть Мы сделали Совместный проект С ним Он повлиял На меня Вот в двух Аспектах Действительно Сильно Музыка Классическая музыка Второе Это философия А что была За ситуация Когда Ты написал Вот эту книжку Достояние Бога Сам издатель А О Вот даже есть 1971 год Идея писать Подтолкнула мать Я в этот период По ее представлению Страшно деградировал Долго на меня Там Пыталась Воздействовать Сама Наконец Привлекла Папу Чтобы он Мою деградацию Присек Беседа была И я Пообещал Что свое Мироощущение Я ему Напишу Но Папе Очень это Понравилось В общем Маме он Доложил Что Деградации Не наблюдается Я не могу сказать Что Какие-то были Сложности В отношении Мы Не так уж Сверхсильно Друг другу Были интересны Возможно В силу того Что Как бы Наши сферы Я в этом отношении Наверное Очень на него Похож Потому что Работа Это мое Увлечение И у него Так же Я единственное Что Наверное Так же Как и папа Считал Что Нужно Как бы Максимум Отдать Того Что В тебя Заложено И вот Были Смешные Ситуации Мы одно Время Жили Ну Практически В одном Дворе С одной Стороны Я жил С женой А с другой Стороны Папа Жил С Таней Они Как-то Законтактировали Больше Чем мы И вот Я совершенно Случайно Как-то Зашел За Жанкой И Услышал Их Сражение Буквально Таня Доказывала Что Гениальнее Папа А Жанка Доказывала Что Гениальнее Я То есть Была Борьба Егоровых Среди Егоровых Женщин Егоровых Ира Второй Ребенок Егорова Стала Актрисой А позже Писателем Преподавателем Главным Режиссером Московского Театра Комедиант Значит так Зрители Везде Практически Я вспоминаю Одну ситуацию Когда мы С папой Сидели у него На даче На бугазе И разговаривали О театре О кино И он говорит Я вообще Не понимаю Как это Режиссер Может работать С артистами Они же Его краски И они же Начинают Что-то там Своим мнением Заявлять Что-то Они хотят Да если бы Говорит Мне какая-нибудь Краска моя Сказала А я не хочу Так ложиться Я хочу Вот это Да я бы Ее И у него Было такое лицо Что можно было Быть уверенным Что этой краски Совершенно Не поздоровилась Я стараюсь В своих Взаимоотношениях С артистами Все-таки Использовать Другие принципы И еще Я часто думаю Как многие вещи Заложенные В детстве Вдруг Совершенно Неожиданно Выстреливают В дальнейшей Судьбе Я стала Читать Маяковского С папиной Подачи Это было Задолго До того Как мне Начали его Преподавать В школе Поэтому Я успела В него Влюбиться А позже Случилось Так Что наш Театр Из-за Бездомности Начал Репетировать В музее Маяковского И первый Наш спектакль О Маяковском Был создан В этом Потрясающем Музее Этот спектакль Идет На всех Этажах Во всех Залах Зрители Замешаны Вместе С актерами Это по сути дела Такая машина Времени И вот Эта машина Времени Заряженная В детстве Для меня Аукнулась Так Что теперь У театра Целый проект Театрализованный Музей Живая История А собственно Говоря Толчок Был Как ни странно Из детства И именно От папы Очень многие Мои детские Рисунки Которые он Сохранил Или которые Я сохраняла Когда был Знак качества Если папа Сказал О молодец Да хорошо Симпатично Они оставались И некоторые Из них Заняли свое место В книжках Которые я Стала публиковать Вот например Мой первый Сборник стихов Человек любящий Полностью Оформлен рисунками Которые папа В свое время Одобрил Он никогда Не был Образцовым Отцом И тем не менее Все его дети Хотя и не стали Заниматься Живописью Но унаследовали Стремление Реализоваться По какому-то Самому-самому Высшему счету По какой-то Самой высокой Планке Которая всегда Должна Подниматься Выше 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 И каждый Из детей Пошел своей Дорогой Не стал идти Протаренным путем И реализовался Так Как он сам Считает нужным Я думаю Что это Тоже Его Качество Каролина Бугас Это длинная Песчаная коса Под Одессой Омываемая С одной стороны Морем С другой Лиманом Наверное Не было Больше Такого места На земле С которым Егоров Всегда так Жадно Жаждал бы Встречи Долгие годы Он снимал Здесь дачи А потом Купил свою Чтобы каждое Лето Приезжать сюда Писать Единственным Для меня Абсолютно Несомненным Является Красота мира Вот красота мира Она не требует Доказательств Поля Облака Небо Во всех его состояниях Море Реки Озера Деревья Цветы И бесконечное Разнообразие Все Это Настолько Художественно И конструктивно Великолепно Там Такие Глубины Которые Мы никогда Не одолеем Вот Когда я Выхожу На море В утренние часы Мне ничего Не надо Доказывать Мне Ничем Не надо Сомневаться Я могу Только сказать Творец Бесконечный Великолепен Я готов Преклоняться Перед ним Бесконечным Благодарен Ему Скажу За это Солнечный Бог На Бугазе Был вязкий Зной И плотная Как подушка Тишина Там Время Плавилось И перетекало В вечность Я бывала У папы На Бугазе Почти каждое Лето У нас С папой Была договоренность Что уходя На море Я должна Закопать ключ В условленном Месте Ну я так И сделала Прихожу С моря Смотрю Все перекопано А замок закрыт Я испугалась Думаю Что кто-то чужой Выкопал Унес ключ Стала копать Выкопала его Буквально В двух сантиметрах От раскопок Только открываю замок Вдруг из глубины садика Выходит папа Возмущается Да что же это такое Мы договаривались Я должен 80 лет Через забор лазить Я посмотрела На забор Думаю Да У меня папочка 80 Даже 81 год Он преодолевал Вот такие вот Препятствия В этот приезд Мне не удалось Попасть ни в одно Папино жилище И я подумала Ведь это наверное Правильно Ведь его там Больше нет Теперь он обитает В своих картинах В любимом городе В музеях И галереях В небе Море В людях Которых заражает Радостью Мы примерно 20 лет назад Купили здесь Вот маленький домик Эту дачку Вот И Хозяева Бывшие хозяева Этой дачи Рассказали нам Такую историю Что тут Такие замечательные Закаты Что один даже художник Очень известный Любил Говорит Сидеть на балкончике Нашего домика Этого И рисовал Закаты Фамилия его Егоров И вот один раз Я попал на выставку Егорова Была персональная выставка И увидел Что это Большинство картин На этой выставке Именно Снятые Вот с этой дачи Вот Это Из собрания Михаила Кнобеля Вот тут Да Вот это Вот скворечник Наш Вот это Видите Тут был журавлик Колодец Бывшие хозяева Боря Мамонтова Была фамилия Которые сейчас живут В Германии Сказали мне Что Художник Егоров Даже подарил им Одной из картин Как я им завидую Вот еще одна Тоже узкая полоска Берега Солнце Закат Блики Ведь нужно понимать Отношение К Егорову В Одессе И О тех мифах Которые ходили О нем Я давно хотел С ним познакомиться Люди даже Ну Боялись Тревожить гения Вот Не тревожьте гения С этой работой Меня очень много Связывая Это моя любимая работа По-настоящему Дверью в творчество Егорова Является Эта работа Которая висела У него на стене Стоило Больших Колоссальных усилий Чтобы ее завоевать Вот ни в какую Он понимал Он видел Что это Выдающаяся работа Но вот была Сверхидея Задача Вот она не давала Мне спать Вот она Очень Мощная Эта работа Тут просто Ну Вот эта энергия Егоровская Вот такая Динамика И статика И я интересовался Этой работой Он был на даче Был шторм И эту лодку Выбросила Просто Юрий Николаевич Схватил Мольберт И несколько дней Работал А потом Пришли люди И искали Эту лодку А он Дописывал И он В лицах Как он это умеет Говорит Черт возьми Куда вы появились Надо же успеть Дописать И они уже Хотят забирать Эту лодку А ее так Выглядел Что ее не просто Сдвинешь Она довольно Большая Такая Серьезная Посудина Но успел Вот он ее Дописать Знаете Вот она Как какой-то Архетип Существует Какая-то Матрица Егоровская Ему Эридиция И интеллект Не мешали Идти по самому Правильному пути Потому что Бога Невозможно Познать Его только Можно переживать Эмоционально Ну а так же Как и Кросу Благодаря Этой колоссальной Активности Это такая машина Динамо-машина Была Речай Вот Ну как и манера Письма Вот эту Вязь Поднимать Мясо Этой краски Это такой Жест Который Очень хорошо Его характеризует Другой Параллельный Жест Это уже было За пару лет Буквально До его кончины Мы гуляли У него в мастерской И вдруг Что-то коснулось Что Ну возраст И энергия Серьезной Вы что Не понимаете Что такое Вы что Не понимаете Мне говорит Пару лет Осталось Я был в шоке Что за ерунда Здоровый Пишущий Здоровьем Энергию Там он На Каролину пропадал Там по 3-4 месяца Тут пахал Еще дня В мастерской До меня дошло Что он имел ввиду Утрату Остроты Восприятия Реакция Это вот Это наступление Старчества Потому что для него При его Энергетической мощи Осознавать Неспособность Войти в состояние Творчества Это По-моему Было Несовместимо С жизнью Ну и Господь Еще видно Так и Распорядился Вот это вот Молодость Сознания Незакоснелость Как у младенца Мягкая темечка Да Вот Которая Ну как считается Вот оно Пульсирует И оно Вот какую-то связь Большую связь С космосом Да Ну такую природную Обуславливает И вот У него Это проявлялось Во всем Вот во всей его жизни В творчестве Когда он Шел И видел И говорил Вот еще один Ненаписанный шедевр А вот еще Ненаписанный шедевр Но Рождаются новые Пластические идеи Для которых Сегодняшний Твой язык Не годится И ты Начинаешь Опять бешено Работать С задними ногами Стена Почти отвесная Щебенка Осыпается Ты опять съезжаешь Но в таком случае При отдельных Удачах Ты понимаешь Что все-таки Ты на метр Или два Уже выше Чем ты был вчера Он Станется Прозрачнее И яснее И его Работа Последних лет Это просто Такое Чудо-преображение Мне кажется Что если бы он Жил 120 лет Он бы Как мастер Шелку нарастающий Это мало Кому Не дается Он Как могучий корабль Который Проходя по морю Вольно Или невольно Замешивает Окрестные воды И их обитателей Кого-то Вовлекает В свое движение Кого-то Сметает С дороги Разгоняя волны До самого берега Видимо Сам масштаб Личности Создает Это удивительное Явление Силу Гравитации Души Когда мы Приезжали на Этюды Я наблюдался В стороны Человек Когда заходит Вот Как-то В храм Чувствуется По поясу По выражению Что человек Заходит В храм Это Мне кажется Когда приходили На то место На мотив Вот у меня было Такое выражение Что смотрел На это все Такими Глазами И Юрий Николаевич Считал Что он Ближе С тех Нагодится К Господу Потому что Он Пророставляет То Что он Создал Он Неистово Работал Писать Работу Для Юрия Николаевича Это То же самое Как он Говорил Для парашютиста Совершить Прыжок Тратится Колоссальное Количество Энергии Мы находимся На месте Последнего Этюда Юрия Николаевича Егорова Ранним утром В хорошем Настроении Мы притащили Сюда Холсты Мольберты И начали писать Корабль Который был Выброшен Здесь На берег Юрий Николаевич Был в хорошем Настроении Писал вдохновенно Этот этюд Мне почему-то Закателось В этот момент Написать Юрия Николаевича И вот В силу своих возможностей Я написал Этюд Юрий Николаевич Заработал Ничто не говорило О том Что мы Через несколько дней Буквально Юрия Николаевича Потеряем Конечно Ситуация Меняется Вы видите Остатки Этого Корабля И вообще Булгаз Меняется Я считаю Что такие фильмы Надо было Снимать При жизни Художника Рано Снимать такие фильмы О Егорове Рано Нужно Чтобы время Прошло При жизни Надо было Снимать Такие фильмы Направлять Я никого Не хочу Я могу Только Излагать Свои взгляды И свои настроения Более Лаптевых Есть где-то А вот здесь Более Юрия Егорова Это только И бомбой Я говорю Я говорю Просто О том Божественном Даре Который Некоторым Счастливчикам Даются Такую Творческую Активность Сохранять До последних Дней Это конечно Высший Дар Бешеное Статическое Напряжение Как он Горел Вот это Что-то Мистическое В ней В свою жизнь Сколько я Живу Вместе Не вместе Он существует На земле Вот она Как околдовала Вот это Такая была Какая-то Магия Воздействия Он был Интеллектуален Он был Влюбчив То есть Он был Настоящим Художником Как он Горел Ну я Чувствую Что каждый День Может быть Последним Невероятная Фотография Не будет Уже Как бы мы Не хотели Мы еще Можем Собраться Но уже Нет Главное Вот вам Четыре Поколения Исправлять Кого-то Вообще Это занятие Невероятная Насколько Тот путь Который Он прошел Воздействовал На всех Художников Этого Города Очень Многому Я научился Я научился Многое Видеть Вот просто Видеть Мер Как он Огромный Творчик Для меня Поднял Пламп Очень высоко Те возможности Которые Заключены Человеки И он Собственно говоря Определял Всегда Мою жизнь Он Был способен На поступок Доброжелательство Не в толстах Что мог сделать Так он Это делал И под конец Он Как лев Толстой Он умер Как бунтующий Он же вскакивал Шел Куда хотел Делал Что хотел Он же сильный Он сильный Хотя и худой Я не могу с ним Справить Тяжело Потом он по Волге Писал Семь Живой Семь Он был живой И настоящий До последнего Он приходил Он пишет Что-то Пишет Его мнение Каждый поступок Каждое дело Что он скажет Если Всевышний Если творец Удастовит Равниенция И даже Там на две секунды Все Горячая Благодарность За талант И вопрос Зачем это Боже мой Зачем Столько боли Столько печали Столько страданий Поэтому Вот эти видения Может он и видит Дело в том Что иногда открывается Дело в том Мы не знаем В каких это сферах Происходит Мне не важно Чтобы я держала Его за руку Он есть Понятие свободы Было чрезвычайно Он мне сказал В полном сознании Поцелуй меня Я его поцеловала Он мне говорит Поцелуй меня еще Я его еще раз поцеловала Он мне сказал Поцелуй меня еще Я его еще раз поцеловала Он мне сказал А теперь уходи Все, что я делаю Вообще в своей жизни Даже сейчас Вот странно Что его нет Да А его влияние Действительно Невероятное Я пропитана Одесса потеряла Единственного Без скидок 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 Такие люди не умирают Они просто переходят Без скидок СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА